Сейчас на наши вопросы ответит президент компании «Русал» Олег Дерипаско. Олег Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Как вам атмосфера на Давосском форуме? Какие оценки звучат в отношении российской экономики? Изменилось ли отношение к русским и к России? Атмосфера достаточно оптимистичная в целом. Потому что все считают, что Америка находится в очень хорошей экономической ситуации. И Европа только что объявила о послаблении финансовой политики. Что же ожидает рост? Китай объяснил всем, что уменьшение роста на 1,5% при общей базе, которая выросла почти до 10 триллионов, значит, что они растут достаточно уверенно. Вопрос Индии и других стран. Оптимистичная Россия, конечно, находится в тяжелой степени. Потому что все не просто прогнозируют отсутствие роста, но и прогнозируют спад. И я думаю, что их прогнозы, наверное, сбудутся. Вы традиционно критикуете политику российского центрального банка даже в более спокойные времена. Что скажете сейчас? Сейчас уже сказать нечего, уже поздно. Насколько реально сейчас такой компании, как Русал, занимать в российских банках? И готовы ли вы кредитоваться по ставке выше 20%? Занимать всегда реально. Насколько компании готовы пройти такие ставки? Конечно, нет. Никто не готов. Поэтому люди, безусловно, будут искать возможности гасить старые задолженности, не принимать новые обязательства. Это естественно. Но это именно как раз то, что и центральные банки правительства добиваются. Они же хотят добиться нулевой инфляции. Со мной, я думаю, низкая инфляция – это на кладбище. Там уже никому ничего не нужно. Но мы сейчас еще не на кладбище. Ну, не благодаря, а вопреки. Что будет делать Русал? Русал будет работать над снижением издержек. Мы, безусловно, подставимся, конвертируем, так сказать, долгосрочное снижение нефтяных целей, нефтяных цен, так сказать, снижение наших энергетических затрат. Избавить, что Русал, если вы посмотрите эффективно, мы преобразуем энергию из любой формы, так сказать, в энергию в твердой форме, в алюминий. И, условно, мы будем рассматривать, так сказать, и смотреть на возможности, так сказать, кооперации, которые можем получить с нашими потребителями. Русал продолжает увеличение производства продукции с добавленной стоимостью. Наши основные рынки более-менее сбалансированы. Это азиатские рынки, европейские рынки, американские. Ну, будем работать. Но вы ожидаете, что политика Центрального банка изменится в связи с появлением нового заместителя у Эльвиры Набиолиной? Нет, ну, это же человек из той же команды. А вам девальвация помогает? Понимаете, нам никто не должен помогать. Мы помочь всем можем только сами. Просто девальвация, она снижает несонные возможности в стране. Все-таки мы считаем, что у России большие перспективы. И рост России, он основан только на применении новых технологий, совершенных материалов. И мы производим эти материалы. Почему мы должны давать такие возможности для Азии, для Европы? Почему мы не можем использовать это в России? Алюминий – это лучший инвестиционный материал, как показывает рост, который последние 12 лет не был меньше. За исключением спада 2008-2009 года не был меньше. 6% – это самый передовой материал. Плюс он 100% утилизируется, так сказать, не корродирует. В прошлом году нефтяные цены сначала показали существенный рост, а в конце года наметился понижательный тренд. Вы надеетесь, что эта тенденция сохранится, либо будет сломлена в этом году? Нет, цены не будут восстанавливаться. Много других факторов. 3-4 года цены будут на достаточно низком уровне. Но это, кстати, касается и всех коммортиз. То есть люди сейчас очень пессимистично смотрят на любое увеличение объемов, так сказать, практически отсутствует финансирование новых проектов в секторе основных материалов, так сказать. И это понятный процесс, так сказать. Нужно производить не больше, а меньше и дешевле. Какую цену на алюминии вы ожидаете в этом году увидеть? Никакой. Очень волатильная. Она не будет ниже, чем сейчас, но я не могу сказать, что она вырастет, потому что негативно настроено инвестиционное сообщество. Но премии будут расти. Премии, которые отражают... Насколько будет расти премия? Премии все зависит от поведения австралийских партнеров, ближневосточных партнеров, Китая. Минимально они вырастут еще долларов на 150-200. А в принципе, это все зависит, насколько фонды загонят биржу вниз. Как «Русал» отработал прошлый год? «Русал» неплохо. Работали напряженно, уверенно. Несмотря, вопреки... Да. А какой финансовый результат вы ожидаете по итогам года? Рано еще говорить, мы регулируемся, и поэтому мы должны делать объявление в соответствии с процедурами на бирже. Но вы довольны итогами? Я всегда доволен работой. Хорошо сделано. А какие цели перед компанией стоят на 2015-й год? Я бы сказал, мы будем снижать издержки, будем производить дальнейшую модернизацию. У нас сейчас появились ресурсы для этого. Будем работать на рынках, которые наши традиционные рынки, в первую очередь Россия. И все равно у нас есть продукты, которые даже в сегодняшних ценовых условиях, допустим, новые сплавы, которые имеют ту же проводимость, что и медь, так сказать, но почти в два с половиной раза легче и дешевле. Как это позволит строительной отрасли снизить издержки. Производство компонентов для автомобильной промышленности, что увеличивает срок использования продукции, облегчает ее, снижает. Когда сейчас топливная эффективность не такой важный фактор, как это было, допустим, полгода назад, мы будем работать на обучение людей, на повышение эффективности нашей производственной практики. Но сокращать кадры не планируете? Это очень зависит от каждого конкретного производства. Если говорить о Русале? Где-то планируем сокращать, где-то будем увеличивать. А где планируете сокращать и где увеличивать? Это очень тяжело, так сказать. Все-таки будет окончательное подведение долгов года, будет производственная конференция, там будут основные решения приниматься. Я бы не хотел превосхищать. Но этот год будет сложный? Этот, следующие три года будет сложный. Но они будут сложнее, чем прошедший год? Конечно. Совершенно другая ситуация в банковской сфере. Совершенно другая ситуация с точки зрения инвестиций. Вообще настроение людей будет меняться. Банки третируют вас? Банки? Нет. Они рабы Центрального банка, что они не могут сделать? Они будут грести на своих галерах, пока капитал будет позволять. То есть конструктивный диалог вести не удается? Нет, диалога нет. Маловик, мы подошли, похричали что-то в эту башню, а не раз в 17% такой ответ. Нет, это же небожители, космонавты. Я думаю, если будет новая российская станция создана, проще Центральный банк, и еще некоторых, особенно, назовем так, уверенных экономистов в завтрашнем дне отгрузить туда, чтобы они оттуда комментируют, у них будет более приближенный взгляд на нашу экономику из космоса. А как строятся взаимоотношения с зарубежными кредитными организациями? Очень тяжело, потому что Россия сейчас под большим давлением. И Европа, и Азия, и Америка? Все. Весь мир одинаковый, они же смотрят на риски. И Россия сейчас страна с самым большим риском. То есть, несмотря на то, что мы повернулись ближе к Азии, обратной связи нет? Может, Азия-то еще не заметила, куда мы повернулись. Алик Владимирович, традиционно, когда начинается кризис, строительная отрасль первой чувствует дуновение кризиса, его дыхание. Что сейчас? Она уже почувствовала сразу после Олимпиады. В чем это проявляется? Сокращается объем заказов, сокращается рентабельность, растут издержки. И что будете делать? Это ведь очень закредитованная отрасль? Ну, я же говорю, кризис не обойдет ни одну из отраслей. Просто кого-то он ударит первым, кого-то следующим. Будем смотреть на... Сейчас очень тяжело делать какие-то прогнозы. То есть, они могут поднять еще учетную ставку. Но могут ее и снизить. Могут еще ограничить расходы бюджета. Потому что как вы, как частное лицо, как инвестор, будете увеличивать свои расходы, если вам каждый день по телевизору твердят, что правительство не сегодня, а завтра ограничит расходы, срежет, оптимизирует и так далее. Конечно, все немножко садятся на кушаточку, думают, давайте посидим годик-другой. Это не метод для того, чтобы оживить экономический рост. Дешевое топливо, дешевые энергетические ресурсы, инфраструктура. Вообще, в целом, нужно менять всю парадигму. Эти разговоры общего формата о эффективном, назовем так, государстве, которое пропагандирует человеческие ценности, они должны быть, на секундочку, в отложенную сторону, нам нужно построить государство, которое поддерживает рыночную экономику, свободное предпринимательство и начать с этого. Потому что слишком много, скажем так, искажений произошло, которые не были видны при высоких ценах, так сказать, на сырьевые товары. Сейчас время просто разобрать все это, сделать домашнюю работу, какой бы тяжелой ни было. И через два года опять начать расти. Ну, продавать свои строительные активы вы не планируете? Да мы вообще ничего не продаем. Ну, просто вы сейчас говорите, что ситуация очень тяжелая, и не выгоднее ли было продать, чем нести издержки? Да. Трудно. В данный момент принимать решение, так сказать, на почве общего давления, макроэкономического, так сказать. Решение нужно принимать в свободной ситуации. А как себя чувствует сейчас машиностроительный сектор? Ну, так же, как и вся экономика. Ну, с какими сложностями сталкиваются? Падение спроса. Падение спроса. То есть там тоже возможно сокращение? Там безусловно. Но конкретных цифр вы пока не называете. Ну, надо понять, на какой уровень пойдет спрос. Все-таки еще в начале января заводы отработали очень неплохо прошлый год. Вот, сейчас мы поймем, как объем заказов нам принесут дилеры вообще, какая финансовая ситуация будет у дилеров. Что после сокращения секвестра оптимизации покажут основные потребители со стороны государственных компаний, субъектов, федераций. Мы все-таки очень коммерческое машиностроение представляем. Так сказать, мы очень сильно зависим от того состояния, в котором находится малый и средний бизнес. Ну, вы что-нибудь позитивное скажете? Может, хоть агросектор себя лучше чувствует? Программа импортозамещения работает? Позитивное только одно. Ясно, что будет плохо. А насколько долго это будет, ситуация продолжаться, зависит от нас. Надо браться, разбирать, посмотреть на все прогнозы, которые делали умники за последние 10 лет. 2030 год и все остальное, так сказать, сказать, что так, эти умники, уже больше прогнозы никакие, программы рисовать не должны. Пусть идут, рассказывают где-нибудь на хуторе, на лавочке, так сказать. Но я сейчас шучу, конечно, конечно, нужно разобраться, уже понятно, кто что может сделать. То есть программа импортозамещения не работает? С процентной ставкой 30. А кто это будет импортозамещения делать? Кто возьмет на себя такой риск? Каков рецепт выхода из нынешней ситуации от Олега Дерипаски? Рецепт? Как говорят наши учителя, которые нас учат из-за океана или из острова, by suffering comes wisdom. Нам пострадать немножко, потом будет ясно. И сколько? В 7, в 2 года. Как «Русал» будет корректировать свою программу, свои планы на ближайшее время с учетом кризисных явлений? Все точно так же. Сокращаем издержки, модернизация для того, чтобы повысить эффективность, снизить потери. Наши основные рынки, что им нужно, какие сплавы, каких объемов. Если мы увидим, что такие объемы не нужны, потому что все очень негативно настроены по поводу будущего биржевых товаров, значит, будем еще немножко сокращать объем. Вот мне интересно, вы здесь встречаетесь с инвесторами, и вы им говорите все то же самое, что все настолько плохо, что нет света в конце тоннеля. Я им не говорю, вы понимаете, ситуация же абсолютно противоположная, они им не говорят. Но вы же должны их привлекать, их побуждать для того, чтобы они продолжали сотрудничество, чтобы они покупали акции «Русалы», чтобы они вкладывали в российскую экономику. Они покупают, потому что они видят, что нормально взбодрившийся менеджмент, так сказать, наверное, может что-то сделать, в отличие от всех остальных. То есть решение о смене менеджмента было правильным? Конечно. А как обстоят дела в Норильском никеле? Как себя зарекомендовал Потанин как управленец? Уже прошел какой-то срок, и можно как-то судить о нем, как о главе компании? А нужно судить по результату. То есть вы довольны? Ну, посмотрите результат. Результаты хорошие. Значит, вы довольны. А вы довольны? Я, значит, доволен. Я не являюсь акционером в Норникеле. Зря. Есть некоторые бумаги, которые нужно продавать, но есть некоторые бумаги, которые нужно покупать. «Русал», «Норникель», «Росгидро». То есть вы считаете, что российский рынок достиг дна, и сейчас как раз то время, когда стоит приобретать российские бумаги, потому что ниже они уже не упадут, и на них можно заработать. Нет, они, я говорю конкретно о вас, находятся в рублевой зоне. Это хороший хедж против нестабильности и волатильности на валютном рынке. А для инвесторов нет. Все самое худшее еще впереди. Мы же не видели программы. Чтобы решить вопрос такой сложности, должна быть программа действий, должна быть команда. Нужно возобновить комиссию по оперативным вопросам, которая была среди 90-х годов. Мы должны понимать, что мы сейчас очутились где-то между 93-м и 95-м годом. По сложности и по остроте проблемных вопросов. Ну, вы это говорите нашему руководителю? Я нет. Почему? Вы же сталкиваетесь непосредственно со всеми трудностями. Вы не можете заимствовать. Вы представляете реальный сектор. Почему вы молчите? Много работы. Приходится работать. Кто-то должен работать. Давать стране гуля, металлы, электроэнергии. Ставить машины на колеса. Есть же экономисты. Надо у них и спрашивать. Там экономисты разного калибра. Так сказать, проводить совещания с ними. Есть государственная дума. С ней можно посоветоваться. Она же дума. Она может посоветовать очень много. Успехов вам в это непростое время. И спасибо большое, что нашли возможность ответить на наши вопросы. Спасибо большое. Я напомню, что на наши вопросы отвечал Олег Дерипаска.